Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем быть в посте, быть в молитве пред Богом, и потому я хочу вместе с вами не останавливаться. Если у нас на эту неделю выпало два поста, то пусть Господь благословит каждого из нас и крепостью, и пониманием того, что мы не можем ослабевать наши руки, а мы можем их укреплять. Укреплять именем того, который нам позволил быть с ним в завете. И потому сейчас продолжаем молиться на основании его слова и на основании 58 главы Исаии, которая полностью посвящена посту. Итак, 12 стих. Уже пошли Божьи обетования, которые мы сейчас берем и утверждаем как гвозди, как иглы, потому что написано, что слова мудрых как гвозди и как иглы вбитые. Поэтому пусть они сейчас проникают, проникают в духовную атмосферу и работают в физическом мире, проявляя результат. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений. И будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Нам это важно, друзья, потому что много было разорено в истории. И когда Господь хочет поднять все и собрать воедино, то для этого нужны потомки, нужны люди, которые рядом встают. И рядом поколения, которые одно за другим, как эстафету, принимают из рук предыдущих поколений. Небесный Отец, я благодарю тебя, что мы можем сейчас звать к тебе и говорить, застроятся потомками нашими пустыни вековые. И все, что было в предыдущей истории разрушительным, то мы во имя Твое говорим, да придут ангелы Твои, очищающие эти пространства, очищающие пласты. И в истории мышления человечества, в истории генетического кода, в истории, которая для нас являлась основанием и базой для продвижения вперед. Потому что предыдущие поколения, они полагали цену. Я благодарю тебя за это. Я благодарю тебя, что мы можем сейчас возвышать свои голоса и быть открытыми для большего, чем мы знали. Я благодарю тебя, что ты пообещал на основании твоего слова, что наши потомки будут застраивать пустыни вековые. И потому пусть приходят, Господь, те молодые, встают рядом. Я благодарю тебя, что ты сказал, что ты восстановишь основание многих поколений. Слава тебе, что мы берем сейчас и эту силу в дух свой, эту силу в слово свое, которое в устах наших взято из твоего источника, чтобы нам восстановить основание многих поколений. Я благодарю тебя, что мы те дети твои, которые знаем трубный зов, которые реагируем на твое движение духа внутри нас. И тогда, когда мы едины с тобой, то мы непобедимы. И потому поднимается не просто армия, а поднимается народ многочисленный и сильный, поднимаются делатели твои для последней жатвы. И эта жатва собирается. Она собирается в житнице твоей полным объемом. Слава тебе за это, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. Благословенные молитвы дальше и до завтра.